Всем привет, вы на канале Суперкит. Многие, когда выбирают SSD, несмотря на то, что твердотельные накопители уже давно постучались в крышку компьютера, до сих пор при выборе диска задаются вопросом, а как долго он проработает? Это и не удивительно, так как еще при их появлении постоянно звучала страшная фраза «Ресурс SSD конечен, и он имеет ограниченное количество записей». Как будто ресурс чего-то другого не конечен. И естественно, прежде всего, это сравнивалось с обычными жесткими дисками. Если не считать вентиляторов, то жесткий диск – это единственная деталь компьютера или ноутбука, которая имеет вращающиеся механизмы. И, пожалуй, именно жесткий диск, в том числе из-за этого, является самой ненадежной частью компа. Казалось бы, на замену самой ненадежной механической части пришла электронная и должна решить этот вопрос. Но ведь в голове по-прежнему сидит та самая фраза «Ресурс SSD конечен, и он имеет ограниченное количество записей». Он-то конечен, но на сколько? И стоит ли реально этого бояться? Я попробую сегодня показать наглядно, оценив сработанный ресурс нескольких SSD, которые были куплены на рубеже 2013-2014 годов, и которые стоят и по сей день в рабочих компах, и продолжают радовать своих владельцев стабильной работой. То есть на данный момент этим SSD-шникам около 5 лет. Согласитесь, достаточно показательное время для оценки. Некоторые делают множество записей на твердотельник, чтобы исчерпать его ресурс, но ведь непонятно, на какое время этого ресурса хватило бы для жизни диска в обычной рабочей повседневной обстановке. Как вы знаете, есть программы, которые отслеживают ресурс SSD в процентах и показывают объем записанных данных. Именно данными из этих программ я и воспользуюсь. Первым в этом тесте будет SSD Intel 520 серии, объемом 60 гигабайт. Ячейки этого диска имеют тип памяти MLC. Многоуровневые ячейки, которые хранят несколько бит информации. Появление MLC это результат удешевления SSD, которые изначально имели тип ячеек SLC. Ячейка с одним уровнем. Массово диски как раз стали продаваться, когда MLC уже появился, и это особенно разогрело публику в контексте сомнений в надежности твердотельных накопителей. Ведь MLC обладает меньшей выносливостью и меньшим количеством циклов перезаписи по сравнению с SLC. Но цена SLC отпугивала пользователей, и это был обычный экономический процесс. Люди создали спрос на более низкую цену и получили ее. Но вернемся к диску. За 5 лет использования на него было записано практически 22 терабайта данных. И это, если верить программе SSD Live, составляет лишь 4% от общего ресурса диска. А осталось при таком режиме работы этому диску отработать 8 лет. По непонятным причинам срок использования указан 104 года, а остаток 8 лет. Хотя больше похоже, что должно быть наоборот. Кстати, программа CrystalDiskInfo вообще считает, исходя из своих алгоритмов подсчета, что диск вовсе не истратил и 1% ресурса. Как вы можете видеть, SSD почти полностью занят, и из-за этого показывает такие скорости по записи. На самом деле они заметно выше, при большем доступном пространстве. Но здесь установлено ОС и ПО, и поскольку я взял диск лишь на проверку ресурса, удалять отсюда информацию не буду. Да и не нужно это, какой смысл глубокого тестирования накопителей, которые все равно и купить даже нельзя, так как они давно сняты с производства. Следующим на осмотре будет SSD Silicon Power на 120 ГБ. Модель V60. Он также обладает ячейками памяти MLC и используется где-то с того же времени. Плюс-минус этому диску также 5 лет. На нем также стояло только ОС и разное программное обеспечение. Программы оценки ресурса показывают, что записано 13 ТБ и сработанный ресурс 12%, а оставшийся соответственно 88%. В данном случае показания совпадают. Ну а прогнозируемое время работы составляет 25 лет. Естественно, помимо уже отработанных 5 лет. 25 лет в мире компов это огромное время. Скорости чтения и записи здесь такие, какие есть. Они всегда были такими, и это не результат использования. Silicon Power хоть и заявляет, что использует MLC память, но и у разных MLC также разный ресурс жизни и скорости работы. Также это зависит и от контроллера, который очевидно здесь менее мощный, чем у Intel. Но это не мешает моей системе определять производительность SSD в Win7 как 7,7 баллов из 7,9 возможных. Следующий диск это представитель Samsung. Модель 840 EVO. Данный твердотельник имеет тип ячеек TLC. Очередной ход компаний, производящих диски навстречу трудящихся. Хотите дешевле? Без проблем. Но в данном случае дешевле очень относительно, так как SSD Samsung в принципе не дешевое творение. Но если сравнивать с MLC того же Samsung, то явно дешевле. TLC это ячейка с тремя уровнями. По аналогии с MLC обладает большей плотностью, но меньшей выносливостью. Кто-то скажет куда же меньше. Но с другой стороны, производители, как и мы сейчас, также видят, что 25 лет остаточного ресурса после 5 лет использования устройствам не нужны. И если есть возможность за счет уменьшения бессмысленной длительности жизни устройства уменьшить его стоимость, то они это и делают. Тем более, что ненасытный потребитель продолжает даже после MLC гнаться за низкой ценой. Что же касается самого накопителя, как вы поняли из увиденного, не только MLC бывает разным по ресурсу, но и TLC. Бывает такой TLC, который переживет MLC. И похоже, Samsung это тот случай. Программа SSD Live, к сожалению, не показывает ресурс в процентах у Samsung. А вот CrystalDiskInfo показывает и как в случае с Intel, считает, что SSD-шник новый. Да, записано 12 терабайт, но это даже не отняло 1%, понимаете? 5 лет использования не отняли и 1%. Предположим, что программа ошибается, как мы видели из оценки первого SSD. Но разница все равно несущественная. 1% или 5% использованных за 5 лет это еще десятилетие ресурса. Для жизни человека это вечность. Раз уж у меня мой диск на 8 гигабайт на руках, и раз уж есть интересующийся в соответствующем видео, жив он или нет, то я решил затянуть в этот тест и его. Этот диск не работал 5 лет под системой, мне он нужен для проверок устройств, но самое главное, что после бесчисленных подключений тестов он в рабочем состоянии. Надеюсь, так будет и дальше. Вот так годы идут, SSD трудятся, ресурс SSD конечен и он имеет ограниченное количество записей, но это не значит, что этот ресурс мал. Конечно, можно сказать, что SSD ломаются. Ну да, ломаются. Как и любые другие устройства. А что винчестеры не ломаются? Скорость работы компа с SSD создает намного более комфортную работу за компом или ноутом, а ресурс, как показывает практика, огромен. Огромен настолько, что даже TLC есть куда урезать, чем собственно и пользуются производители. На момент выхода этого видео уже есть в продаже коммерческие варианты дисков с типами ячеек памяти QLC, способных хранить 4 бита в каждой ячейке. Ведь мы же хотим покупать больше объема за меньшие деньги. С одной стороны уменьшается количество циклов перезаписи, но с другой стороны растут объемы накопителей, что ведет к тому, что одну и ту же ячейку мы перезаписывать станем реже, ведь самих ячеек становится больше. Для тех, кто косо смотрит на TLC в пользу MLC, торопитесь с покупкой, ведь близится время, когда MLC занесут в красную книгу, как это уже сделали с SLC. Наверное, это случится не завтра и пишут, что с развитием технологии QLC есть проблемы и много брака, но вряд ли уже можно предотвратить массовость 4-битных ячеек. Ссылки на полезности в описании, оценивайте видео, подписывайтесь на канал, обязательно будут еще видео о разных девайсах, если есть вопросы, можете задавать их в комментариях, постараюсь ответить на них. Всем спасибо и до новых встреч!